Очень много людей хотят собрать сборку именно с магазина, минуя был рынок. Оно и понятно, ведь много различных рисков. Вы на канале Интерлинк и это рубрика «Что собрать?», где я подбираю комплектующие под ваш бюджет. А на какую сумму сделать сборку в следующем видео? Пиши в комментариях. А мы приступаем к сборке за 70 тысяч рублей полностью с магазина. У нас уже была сборка за данную сумму, но на процессоре от AMD. Теперь же сделаем сборку на процессоре от Intel. Но сначала быстрая реклама моей группы в ВК. Там ты найдёшь много интересного ПК, а также сможешь заказать подбор комплектующих под свой бюджет. Ссылка в описании. А мы переходим к нашему процессору. Выбор в сборку Intel Core i3-10100F. Вышел процессор в 2020 году на сокете LGA1200. Архитектура Comet Lake S. Выполнен по 14-нанометровому техпроцессу. На борту 4 ядра и 8 потоков. В базе ядра работает на частоте в 3600 МГц. А в густе получаем 4300 МГц. Кэшл третьего уровня составляет 6 МБ. Работает процессор с памятью DDR4 на частотах до 2666 МГц и объёмом до 128 ГБ. ТДП процессора составляет всего лишь 65 Вт. То есть проблем с охлаждением не будет. Версия PCI-Express 3.0. А его цена составляет 6510 рублей. За такую сумму хороший бюджетный процессор. Для такого процессора берём бюджетную материнскую плату от Gigabyte H410M-S2-V2. Выпустили её в этом году в форм-фактор Micro ATX. Сокет, соответственно, LGA1200. Построена плата на чипсете H470. Работает с памятью DDR4 на частотах до 2933 МГц. Объёмом до 64 ГБ, так как только два разъёма по ТЗУ. Есть один слот под М.2 накопитель с поддержкой NVMe. Версия PCI-Express 3.0. А её цена составляет 5199 рублей. Эта материнская плата может, так сказать, одноразово. Никакого апгрейда на ней вы уже сделать не сможете. Если собираетесь делать апгрейд системы в плане процессора, то рассматривайте другую плату. Но они уже будут на порядок дороже. Охлаждать наш процессор будет наша любимая башня Deepcool Gamax 300. Можете брать любую версию, как с подсветкой, так и без неё. В башне стоит 3 медных теплотрубки, которые могут поглотить до 130 Вт тепла, что при ТДП процессора в 65 Вт хватает с запасом. Максимальный уровень шума составляет 21 ДБ, а цена такой башни составляет 1499 рублей. Можете взять и другой охлад, какой найдёте. С ТДП башни от 120 до 130 Вт. Оперативную память выбрал Goodram и Redium White двумя плашками на 16 ГБ. Плашки Goodram и Redium вышли в 2018 году. Тип памяти DDR4. В базе оперативная память работает на частоте в 3000 МГц с таймингами 16, 18, 18, 36, но без проблем разгоняется до 3200 МГц. А цена комплекта из 16 ГБ составляет всего 5999 рублей. Но лучше взять крушевый болестник тем же объёмом. Цена будет на пару тысяч рублей выше. Переходим к накопителям. Для операционной системы и игр берём SSD накопитель Adata SU635 на 240 ГБ. Вышел этот накопитель в 2018 году. Скорость на запись 520 МБ в секунду, а на чтение 450 МБ в секунду. Его цена составляет 2399 рублей. По соотношению цена объём намного лучше, чем брать M.2 накопитель. Но можете также поставить и M.2 накопитель, благоподдержка есть. Для всего остального берём жёсткий диск от Seagate 7200 и Barracuda на 1 ТБ за 2899 рублей. Да-да, снова он. Так как сам лично пользуюсь этими хардами. Но можете взять и от WD. Питать нашу сборку будет блок питания Big White System Power 9 на 500 Вт. Вышел блок питания в 2018 году. Form Factor от X. Есть все технологии защиты. Такие как защита от перегрузки по мощности, по току, по напряжению. Защита от перегрева, от пониженного напряжения. И защита от короткого замыкания. Сертификация 80 Plus Bronze. Мощность по 12-ти вольтовой линии 456 Вт. А его цена оставляет 4899 рублей. Хороший БП, но можете взять и Cooler Master MVE-V2. Находиться все комплектующие будут в корпусе Zalman N4. Корпус прошлого года Form Factor Mi Tower. В комплекте 3 винта по 140 мм на вдув и 120 мм на выдув. Цена корпуса 4 299 рублей. Но опять же, можете поставить и любой другой корпус. В видеокарту берем новую Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC. Давайте сразу по метку. Это единственная карточка, которую я нашел сейчас в продаже в крупных городах. Лучше берите двухвинтовую. Постарайтесь найти. Так вот, GTX 1650 вышел в 2019 году. Построен на архитектуре Turing по 12-нм техпроцессу. Чиф в базе работает на частоте в 1410 МГц. В бусте получаем 1635 МГц. Установлено 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Берите именно шестой памятью. Версия PCI-Express 3.0. А ее цена оставляет 36 499 рублей. Хотите сэкономить? Велком на БУ рынок. Но добив до 40 тысяч рублей, можно брать БУшную 1070, которая будет гораздо мощнее. Но решать вам. В итоге вся сборка обошла 70 142 рубля. Главный плюс это то, что у вас будет все с магазина. Из минусов это то, что 70 тысяч рублей за сборку на и третьем и 1650. Жесть конечно, но таковы реалии 2021 года. А мы переходим к тестам нашей системы. Тесты в этот раз взял с канала Quality Benchmark. Начинаем с PUBG. Ультра настройки, графики, Full HD. В среднем получаем 68 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. CSGO настройки у вас на экране. Получаем в среднем 210 кадров в секунду. Продолжение следует... Fortnite. Ультра настройки, графики, Full HD. Получаем в среднем 60 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. GTA 5, Full HD. Ультра настройки, тест графики у вас на экране. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Battlefield 5, ультра настройки, графики, Full HD. В среднем 66 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. Высокие настройки графики, Full HD получаем в среднем 60 кадров. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Dota 2, Full HD, ультра получаем 120 кадров в среднем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Cyberpunk 2077, минимальные настройки графики. В Full HD получаем 50 кадров. Субтитры делал DimaTorzok Вот такой ПК у нас вышел за 70 тысяч рублей, а на какую сумму собрать ПК в следующий раз, пиши в комментариях. Подписывайся на группу, на канал и не забывай про коммент и лайк. Всем пока!